Охранники правопорядка на общественных началах. Сегодня в Домправительство пригласили лучших народных дружинников, финалистов и участников республиканского конкурса. Как становятся помощниками полиции? Какую пользу приносят добровольные отряды? Подробности у Дмитрия Ковалева. Все новое – это хорошо забытое старое. Вот и в создании отрядов народных дружинников пошел на пользу опыт советских времен. Их задача – обеспечивать общественный порядок наравне с сотрудниками полиции. Желание волонтеров приносить пользу в правительстве стимулируют, отметил глава региона. Михаил Игнатьев вспомнил, что и сам в студенческие годы работал дружинником. Когда в Неверготехнике мы учился, привлекали нас, мы выходили на 2 часа, на 3 часа. Это тоже полезно было. И всегда уже на какие-то конкурсы, когда мы подавали документы, это тоже учитывалось. Это очень важно. Вы, не считаясь личным временем, занятостью на работе, вы уходите на охрану правопорядка вместе с сотрудниками НМД Почувавской республики. До июля 2018 года создали координационный орган народных дружин, задача которого входит изучение текущего состояния дел в республике по линии участия граждан в охране общественного порядка. Сейчас в рядах народных дружинников республики состоят более 600 человек. Среди активистов немало студентов вузов. Но одного желания выйти на охрану правопорядка мало. Необходимо сдать экзамены. Народные дружинники стали у нас более грамотными в правовой подготовке, более грамотной медицинской подготовке. Народные дружинники изучают приемы самозащиты, также с инструкторами Министерства внутренних дел. Создали координационный штаб в студенческих отрядах охраны правопорядков, в которые входят 6 вузов. Только в этом году благодаря народным дружинникам в республике было пресечено более 2000 правонарушений. В Урнарском районе общественный порядок находится в женских руках. Патрулировать улицы муниципалитета выходит Елена Голубцова. Охрана общественного порядка совместно с сотрудниками МВД на общественных массовых мероприятиях, например, праздники о году, День Победы, День Химико, футбольные матчи. Держусь совместно с сотрудниками ГИБДД. Финалистом республиканского конкурса народных дружинников в этом году стал Виталий Александров. Мастер газа дымозащитной службы из Новочебоксарска. Я являюсь народным дружинником в городе Новочебоксарске уже 13 лет. Все участники конкурса у нас на каждом этапе выступлений выкладывались, будем говорить, максимально. Все участники конкурса были достойны наградой. Народные дружинники должны стать узнаваемыми. Глава региона поддержал инициативу создать единую форму для отрядов добровольцев. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика.